Привет! Сегодня мы посмотрим с вами на два ножа от компании ProTec. Это весьма круто, на мой взгляд. Значит, модель называется TR2, но сегодня будет, наверное, не совсем обзор. Сегодня будет так вот, скорее, такое беглое какое-то видео. Почему? Потому что, в общем-то, все нюансы, все подробности, как я рассказывал не раз про компанию ProTec, я, наверное, ссылочки оставлю в описании под видео. Стоит посмотреть для тех, кто увлечен такими ножами. Сейчас бы хотелось сказать, что обе модели называются TR2, имеют совершенно разные коробочки, хотя очень похожи по внешнему виду, по своим характеристикам и так далее. В общем-то, легко здесь понять, на самом деле, зеленый нож к зеленой коробочке, черный нож к белой, нет, к черной коробочке. То есть, коробочки прям серьезно отличаются, но этот прям у нас прям кастом-кастом как бы идет, а это более, так скажем, ну, хотя, опять-таки, и этот у нас кастом. Ну, как бы сказать, что они прям вот в этом вопросе, то есть, как бы это идентичные, в принципе, ножи, но вот почему-то у компании ProTec вот такое бывает. Значит, здесь у нас идет чехольчик вот к этому ножу, значит, вот такой вот, соответственно, ну, для того, чтобы на поясе можно было дополнительно носить. Само собой, у обоих ножей есть абсолютно одинаковые клипсы. Само собой, два ножа, в принципе, они из одинаковой стали 154CM, значит, твердостью 59-60 единиц по Rockwell. У обоих ножей абсолютно одинаковый обух 3,1 мм по моим замерам и 0,5 мм сведения, опять-таки, абсолютно одинаковое. Значит, этот нож у нас звучит здесь у нас надпись на ноже как прототип, соответственно, это нож у нас как бы более, так скажем, эксклюзивный, более редкий, все такое прочее. Хотя, по факту, некоторые из вас говорят, действительно, что такого как бы эксклюзивного между там этими ножами. И я действительно не могу до конца вам сказать, что да, есть небольшие отличия. Есть там небольшие отличия, прежде всего, например, здесь по инкрустации вот этой вот самой как бы гравировки черепа, который выполняется Брюсом Шоу. То есть, у нас получается вот эта вот самая инкрустация, как бы вот она прежде всего и как бы влияет на эксклюзивность, так скажем, ножа. То есть, вот как бы прежде всего что, да, то есть, как бы, ну вот, если для вас это может быть как для коллекционера или для ценителя вот непосредственно вот таких вот штучек является принципиальным моментом, тогда да. Тогда как бы вы уже выбираете, что для вас более важно. Допустим, вот этот вот череп с инкрустациями или, соответственно, кнопка тоже со своими инкрустациями, да, как бы, ну, соответственно, бывают разные материалы, которые здесь применяются. Как бы это больше как вот именно, ну, элемент искусства для коллекционера, именно вот что-то вот в таком духе, то есть, как бы, именно больше ценность здесь не самого клинка, да, не самой там стали или там рукояти, а больше вот этих самых, как бы, украшательств, ножу, которые здесь делаются. Соответственно, здесь у нас идет совсем другой элемент именно гравировки, как бы, рукояти, да, то есть, даже там у нас получается не просто гравировка, а как бы там у нас такая технология применяется, что въедается вот этот цвет прям в сам металл, то есть, это то, чем покрывают там NASA свои там на спутниках, флаги рисуют, как бы то, что, в общем-то, никогда ни под каким случаем там не стирается, то есть, самое-самое такое максимально, так скажем, стойкое покрытие, которое только может быть. Но, опять-таки, кто применяет и использует такие ножи именно, чтобы пользоваться этим, для меня возникает большой вопрос. Абсолютно одинаковое по эргономике, как бы, ничего здесь абсолютно такого в этом нет, значит, ножи автоматические, в этом смысле все круто, то есть, нажимаешь, и здесь просто какой-то такой увереннейший класс, то есть, вылетает, здесь все просто вот выстреливает. Ложится нож вполне хорошо в руку, он единственное, что не для огромной руки, для огромной руки есть, наверное, TR-3, может быть, что-то такое, вот такого плана, другие немножко модели. Здесь же, получается, у нас, как бы, вот, ну, для моей средней руки вполне хватает его габаритов, но если мы посмотрим на какой-нибудь нож, например, Spyderca Enduro, мы увидим, что она прям побольше по своим размерам, но, опять-таки, это просто особенность данной модели. Давайте, в общем-то, так как мы видим, что абсолютно одинаковые длины, посмотрим на один нож, 78 мм здесь у нас получается длина, 192 мм у нас получается длина ножа вместе с, первая цифра была 78 мм, это длина клинка, потом у нас получается длина клинка и рукояти, я думаю, что вы это все видите сами, и длина режущей кромки по прямой где-то в районе 76 мм. Вот, что мы можем увидеть по этим ножам. Значит, в общем-то, что бы еще хотелось сказать, прежде всего, по компании ProTech, это что-то такое эксклюзивное, коллекционное, это не то, что, мне кажется, стоит носить там ежедневно с собой в кармане, однако, все зависит от ваших предпочтений, от того, что вы любите, что вам нравится, значит, ну, все зависит, конечно же, от вас лично. Мне кажется, что у компании ProTech реально крутые автоматы, в плане вот их прям щелчка, да, там, вот, насколько они вылетают, вот этот вот сам вылет, как бы, это просто что-то такое нереальное, и выделяется даже по сравнению с другими автоматами, реально очень круто, то есть, прям взвел, прям выстрелил, очень круто, вот. Ну, а так в остальном, как бы, это больше произведение искусства, если вам это, как произведение искусства, нравится и привлекает, то стоит обратить свое внимание. Если вы такое не понимаете, вам нужен нож для того, чтобы там им, ну, не знаю, делать ремонт в квартире, то, само собой, как бы, стоит обратить внимание на что-то другое. Значит, спасибо компании Reservor за то, что предоставляют интересные, редкие ножи на обзор, порой коллекционные, порой даже эксклюзивные, порой даже в единичном экземпляре. Большое им спасибо, спасибо подписчикам за просмотр, всем вам удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok